Как не попасться на удочку мошенников, не лишиться собственных средств, а также грамотно оплачивать счета с помощью интернета? Рязань вошла в число 25 пилотных регионов, в которых проходит обучающее занятие от Банка России. Курсы проводят для людей пожилого возраста. Мы знаем, сколько наши бабушки и дедушки стоят в очереди, когда хотят оплатить какие-либо услуги в банке. Здесь мы им покажем, что это можно делать не отходя от компьютера, а при использовании более-менее современных телефонов по QR-коду оплатить в течение минуты, провести практически любые коммунальные платежи. Также один из серьезных вопросов, который мы хотим осветить, это противодействие мошенникам. Мы понимаем, что все мошенники нацелены на тех людей, у которых есть деньги и которые наиболее уязвимы. Мы думаем, что здесь как раз люди, которые постарше, как раз попадают серьезно в их категорию. Кому-то только исполнилось 55, а кому-то уже за 70. Они уже далеко не студенты, но снова сели за парты изучать незнакомый предмет. Повысить уровень знаний многие решили после того, как столкнулись с интернет-мошенниками. Чтобы знать, как отразить их атаки, а также быть подкованными в финансовых вопросах, за парты сели 25 учеников. Попасть в группу мог любой желающий. Курсы финансовой грамотности, конечно, очень полезны, потому что мы люди уже старшего поколения, хотя мы и работаем на компьютере, но очень важно знать, как работать с финансами, как можно оплачивать квартиры, как можно оплачивать детские сады, возможно, даже учебу и даже свои вклады какие-то. Нужно ими уметь управлять. И управлять через компьютер нужно научиться всем. Всего ученики посетят 4 занятия. Каждая длится до 3 часов. На первом старшее поколение узнает, как сберечь деньги и правильно распоряжаться собственными финансами. Второй этап включает управление банковскими услугами. Еще в один обучающий цикл войдет тема познания электронных технологий и проведения операции в режиме онлайн. Изучат и правила безопасности услуг финансовых организаций. А по окончании курса получат сертификаты. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».